Уже несколько дней столбики термометров не опускаются ниже 30 градусов. Кто-то проводит время на пляже, а кто-то в обнимку с вентилятором или кондиционером. Одним нравится такая погода, а другие ждут дожди и похолодания. Спросим у соровчан, что они думают об аномальной жаре и как от нее спасаются. Много пью. Ну, я сижу дома, стараюсь дома. Вот вышла только по делам, если куда-то. А так сидеть дома в такую жару только. Сейчас пьем воды. Самый надежный способ. Да никак не справляюсь. Нормально, хорошо. Хорошо, что тепло. Да ничего, нормально. Стараюсь не выходить, но вот сегодня вышла. Средств никаких. Под душ. В бане работают. А что? Никакими. Просто под душ и отдыхать. Больше никак. Собаку жалко только. Постричь их отвела. Это у меня сейчас понятно. Ну, а так вот в помещении более-менее прохладно. Дома очень жарко. Только душ. Если больше ничего. На даче, бассейне. Нормально? Да нет. Большинство дома нахожусь. Похладной водой. Нормально. Для меня это нормально. Ну, не знаю. Тенек. Ну, и вообще я, в принципе, люблю жару. Я люблю загорать, поэтому, как бы, я, солнышко, лето, это класс. Поэтому больше водички, тот и тенечек. Закрываю все двери, окна и сидим, пока температура не снизится до комнатной температуры. Обливаюсь. Чуть ли не холодной водой. Выхожу, обливаюсь, да. Захожу в кресло, книжку, потяжу, потяжу часа три. Я опять иду в ванную. Так что вот так. Ну, на бассейн хожу каждый день. У меня кондиционер дома. Ну, на огороде обливаюсь. Только питье обильное. Компотики. И все. В основном дома, с вентилятором. Больше на диване. Дома. Так вот, в магазин быстренько хлеба, молока и на воду. Воду пью. Компотные температуры. И на организм настраиваю, чтобы пережить это дело. Все. Я особо не страдаю. Пьем много воды. Свежей и прохладной. Какими? В поликлинике иду. Средствами такими. Иду из поликлиники. Обычными способами. Пью много воды. С помощью ветра небольшого, который есть. С помощью парка с лиственными деревьями. С обычными водой. А еще? Обливаюсь водой. Все. Без конца душ. Каждые полчаса, по возможности. Как мы выяснили, саровчане справляются с жарой с помощью воды и холодного душа.